Я вам хочу прочитать рассказ, который называется «Черепаха, которая любила метро». Я их про себя называю сказки, но на самом деле это очень реальные истории. Их было написано 20 штук, и они были изданы несколькими книжками. Вот я держу в руках книжку, которая была издана издательством «Эгмонд». Это московское издательство. И проиллюстрировала книжку прекрасную художественную Вероника Гаранина. По другим рассказам еще вышли книжки. Одну из них я уже читал. Она называется «Лужа, которая стала солнцем». Потом «Крот, который мечтал увидеть солнце». И сейчас выйдет за всю самокат. Это московское издательство. Книжка, которая оформлена художником Егором Ёжиковым. Это псевдоним. Книжка, которая будет называться «Синий слон» или «Девочка, которая дружила с облаками». Ну, теперь переходим к рассказу. «Черепаха, которая любила метро». Такой не самый веселый рассказ. «Черепаха, которая любила метро». Жил один человек. За глаза его звали Крот. Он не обижался. Хотя он был человек как человек. Просто старый. Он мечтал быть капитаном океанского лайнера, но водил поезда в метро с утра до вечера. Он это любил. А океана он не видел никогда. Так бывает. Еще он любил животных. Собак всяких там, кошек, тюленей и кротов. Конечно, ведь он был машинистом поезда в метро и как Крот целыми днями ездил по подземным туннелям. Он был и завел Крота. Да как? Крот живет под землей. А машинист поезда жил на 11 этаже большого дома. Там нор не нароешь. Соседи, Жека вообще. Еще машинист поезда мечтал о друге. С людьми у него не очень получалось дружить. А взять бездомного пса не решался. Хлопотно. И пес скучать будет дома один. И вот, как-то раз, он шел мимо зам магазина. И в окне увидел плакат. Схема московского метрополитена. Но с головой и лапами. А внизу надпись. Распродары черепашек. Как-то, подумал он. И вошел. В клетке сидела маленькая черепаха. Жевала капустный лист и смотрела на него. Похоже. Подумал машинист. Берите. Сказала продавщица. Неприхотливая. И ест мало. Товар ходовой. Последняя осталась. Дефектная. Видите, немного панцирь треснул. Может, упала откуда. Говорят, склеить можно, как тарелку. Раз. И все. Они ведь из-под земли вырезают. Машинист положил черепаху на ладонь. Ну да. Ответла продавщица. Когда из яйца. Улыбляются. Из песка. В Африке. И к морю ползут. Ну да. Зернула продавщица. В инструкции написано к океану. Наверное, красивый. Но я в Африке не была. И океана не видела. И я, сказал машинист, беру. У нас много общего, думал машинист. Черепаха и крот. Она вырезала из-под земли. И я каждый день. И еще оба мечтаем об океане. Была зима холодно. Машинист обернул черепаху до тепла в газету. Потом замотал шарф. Положил шапку. Сунул за пазуху. И пошел к ближайшей станции метро. Смотри. Это мое метро. Машинист распахнул тяжелую литого стекла дверь. Нравится? Черепаха нюхала теплый влажный воздух. Так похожий на дыхание большого животного. Запах ей нравился. Животное было доброе. Черепаха расхраблилась. Высунула голову. И стала таращиться. Теперь они спускались под землю. Все ниже и ниже. Вокруг было много света. Много людей. Много шума. Люди переговаривались. Куда-то шли. Хлопали двери. Черепаха глазела на красивые колонны, витражи, мозаику. Но где-то подо всем этим Черепаха ощущала присутствие этого немыслимо огромного доброго существа. Черепаха. Догадалась Черепаха. Так они и зажили. Черепаха и машинист. Черепаха жила неплохо и нехорошо, как все черепахи, которые живут в городе. У Черепахи была своя миска с листьями салата, плоска с водой и коробка из подобной под кроватью, в которой спала Черепаха. А на кровати спал машинист. Иногда ночью Черепаха вылезала из коробки и, стуча к когтями паркеды, долго ходила по комнатам. Тогда машинист просыпался, садился на кровати, брал в стумочке сигареты, подходил к окну и долго смотрел, куда поверх крыш и курил, выгоняя ладонью дым в форточку. Потом брал Черепаху на руки и подносил к окну. Ползешь в Африку, к своему океану, гладил машинист панцирем. Я тоже. Только тут одни дома, видишь. Но знай, глупый маленький Черепах, когда-нибудь мы с тобой увидим свой океан. Он появится в конце нашего туннеля, бесконечный и сверкающий, как счастье. И в середине него будет плавать вечная древняя Черепаха, на спине которой стоят три слона, на хоботах которых лежит наш мир, с его небом, горами, полями, городами, в которых живут люди. А еще в океане плавает белоснежный лайнер. И мы с тобой стоим в капитанской рубке, в белых кителях, с серебряными крабами на лацканах. Я видел такое в детстве в одной книжке. Ты мне веришь? И капитан смотрел на Черепаху. И Черепаха опускала вниз кожистые веки, как у всех земноводных, и смотрел на своего капитана. Со временем становились все больше похожими друг на друга, как люди, которые долго живут вместе и думают одинаково. Старое лицо машиниста все больше напоминало Черепаши, а у Черепахи человеческое. Им не было нужды произносить что-то вслух, и так все ясно. А когда Черепаха подросла, машинист купил ей в детском магазине одежду и стал брать с собой на работу. И никого это не удивляло, потому что с стороны, казалось, идет пожилой мужчина, и рядом на своих кривых детских ножках семит ребенок. Ну, может быть, немного полный и неуклюжий. Машинист водил круговой поезд, потому что круговой поезд, любил повторять машинист, самый главный. На станциях поезд стоял мало. Одна станция была красивее другой. На одной были немыслимой красоты диковинные цветы, и между ними летали волшебные птицы. На другой — лес из розовых колонн. Черепаха таращилась. Но женский голос уже объявлял. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. И поезд ползал в черный туннель. И Черепаха каждый раз думала, может быть, это Африка? Нет, — отвечал машинист, — это Новослободская. Африку объявят. Не переживай, мы не проедем. А потом машинист заболел, перестал ходить на работу и умер. После смерти старого машиниста все стало какое-то ненастоящее, игрушечное. Черепаха как-то подошла к зеркалу и не узнала себя. Она стала просто старой женщиной. И вся одежда в шкафу, что раньше была ей велика, стала впору. Черепаха оделась и снова подошла к зеркалу. Теперь она была похожа на всех старух, которых часто видела в метро. Только может быть лицо более морщинистое. Черепахе это понравилось. «Теперь я могу ездить в метро одна», — улыбнулась она. Черепаха заперла квартиру и села в лифт. «Я знаю, вы из 37-й квартиры», — окликнула ее консьержка Фатима. «Да, я просто прогуляться», — ответила Черепаха и удивилась. «Оказывается, я умею говорить». «Хорошо», — сказала консьержка. «Только не забудьте, у вас за месяц не заплачено, а сегодня уже 28-е». «Хорошо», — сказала Черепаха и вышла на улицу. У метро Черепаха увидела свою знакомую бездомную собаку. Черепаха знала, что они умеют объезжать на метро ближайшие Макдональдсы. Их подкармливали, и Черепаха поехала с ними. И это никого не удивляло, потому что в метро часто можно видеть полоумных старух с бездомными собаками. А старухи с собаками у Макдональдса подавали даже больше. Время шло, и однажды позвонил телефон. Голос спросил Черепаху, не желает ли она поработать гардеробщицей в театре. «А почему бы и нет?», — подумала Черепаха, и стала гардеробщицей. И люди говорили, «Боже, какая расторопная, просто на удивление. Другие, ну, просто ползают, как черепахи». И с большим удовольствием сдавали Черепахе пальто и брали у нее бинокли. Черепаха была на хорошем счету. Потом театр уехал на гастроли, и Черепаху уволили. А через некоторое время позвонил телефон, и голос спросил, не желает ли она поработать сиделкой. «А почему бы и нет?», — подумала Черепаха, и стала сиделкой. Черепаха была очень аккуратная и улыбчивая. Еще в ней было много незрасходованной любви, как невычерпанной воды в колодце. Люди это чувствовали. Ее ценили, передавали с рук на руки. А вечерами после работы Черепаха ездила в метро по своей кольцевой ветке. И хоть Черепаха и знала, что станция на изучить, но каждый раз, когда поезд выскакивала с тоннеля, Черепаха с замиранием думала, «Может быть, это Африка?», но женский голос в репродукторе говорил. «Повелецкая. Следующая станция». Но Черепаха не отчаивалась. Она помнила, что говорил ей машинист, и была терпелива, как все Черепахи. Еще Черепаха любила рассматривать людей, и многие казались точно Черепахами. Вон та толстая тетка в красном пальто, думала, Черепаха, она Черепаха. У нее и живот, как у Черепахи, и спина. Если на панцирь натянуть пальто, то так и получится. И Черепаха спрашивала Толстуху, «Извините, вы не желаете вместе со мной поехать в Африку, к океану?». Но почему-то все эти Черепахи отказывались, и некоторые даже отсаживались. Иногда она встречала счастливой Черепашей семью, но те тоже отказывались, хотя и не удивлялись. В метро часто можно встретить безумных старух, которые едут в Африку. Она ездила и наблюдала, как люди ссорятся, меряются, кричат друг на друга или целуются. Но Черепахе все равно казалось, что все они, как и она, едут к своему океану. Но главное было не заснуть, ведь если Черепаха засыпает, то все знают, голова и лапки у нее сами собой убираются в панцирь. И пассажиров это очень расстраивало. Один раз решили, что это просто кожаный чемодан, и его оставил террорист. Поезд загнали в депо, и Черепаху хотели уже расстрелять из водяной пушки. Но она вовремя проснулась. В другой раз ее, как дорогой родитель, украли воры, но обошлось. В третий увезли на скорой, как не пойми что. Или старуху, которая совсем голову потеряла, и хотели уже сделать операцию, но Черепаха очнулась и высунула из панциря кожаную змеиную головку. И медсестру неотложки долго отпаивали валерьянкой. Бабушка, садитесь, говорили ей, а иногда вдавки на нее вставали. Но Черепаха не расстраивалась, а просто ждала, когда сойдут. Время шло. Иногда Черепахе приходила в голову идея купить в зоомагазине одну или две маленькие черепашки, но она так и не решилась. И как-то раз, когда Черепаха ехала в метро, на Павелецкий вагон вошли две женщины и сели напротив. Черепаха почему-то обратила на них внимание. Может, потому что было поздно, и вагон был пуст, только она и эти две женщины. А может, потому что у одной из женщин были странные большие солнцезащитные очки, отделанные пластинами из черепашьего панциря. У другой в лацкане лилового пиджака большая брошь, черепашка, отделанная кристаллами Сваровски. И очки, и эта брошь отчего-то тревожили Черепаху. Женщины оживленно переговаривались. — Надь, ты в океан? — спросила в очках. — А успеем? — Верн. — Да ты что? — удивилась с брошью. — Он же круглосуточно. — Ты знаешь, у нас в семье свежемороженный ментай так хорошо идет. Я его рисом с овощами нашпигую и под майонез пальчики оближешь. А я больше по креветкам. Хотя и копчености люблю, и следочку тихоокеанскую славу посола. Такое только в океане и купишь. А помнишь тот на распособке с усиками чернявый? — Ага, хорошенький. Обе встали и подошли к дверям. Неожиданно, словно дернули стоп-кран, поезд начал тормозить на перегоне. — Океан! — сказал безразличный женский голос в динамиках. — Как это? — океан! — сплошилась черепаха. Эти пропали. Но разум и успокоилась. Вот и я и приехал. Двери распахнулись. В глаза черепахи брызнул слепительный свет, словно разум включили сто тысяч прожекторов. Так под светом бесчисленных звезд искрилась поверхность океана. — Вот ты какой океан! — улыбнулась черепаха. И отчего-то не зажмурилась. И потом она увидела вечную древнюю черепаху, о которой говорил ей ее машинист. И трясла она у нее на спине, держали на своих ободах этот странный мир, с его полями, лесами, горами и небом над ним, с птицами, звездами, луной и солнцем. И по его кромке, как по ободу блюдца, ехал круговой поезд. Поезд резко задормозил и встал. Дверцы поезда распахнулись. В дверях стояла она, маленькая черепашка из зоомагазина. И огромная древняя черепаха медленно повернула к ней голову. Кожистые веки ее глаз поползли вниз, как у всех земноводных. И маленькая черепаха увидела два добрых черных глаза. Они внимательно разглядывали ее и улыбались. — Здравствуй! — сказала черепаха. И встала с коричневого метрополитеновского сиденья. Вот и я. Редактор субтитров А.Семкин